Здравствуйте! Вы смотрите «Те еще новости» на Медиа-Инфорум. Некоторые люди и дня не могут прожить без вызова. И гонка нации – это отличный способ проверки себя на прочность. Как оказалось, отважных людей в Одессе хватает, поэтому соревнования прошли традиционно ярко. 35-ти градусная жара, более полутора тысяч участников и не меньше зрителей. Десятки препятствий. Именно так в Фонтанке прошел очередной этап гонки нации. И пока зрители искали себе удобные места, участники забега активно разминались, ведь впереди их ждали серьезные испытания. Сегодня у нас проходит забег силы, забег воли. Забег силы – это свыше 5 километров, свыше 20 препятствий. Забег воли – это свыше 10 километров и свыше 25 препятствий. Участники ползали под ключи проволокой, прыгали в бассейн и карабкались по стенам. Да и Черноморская ривьера, как место проведения, была выбрана неспроста. Ведь местный рельеф лишь усложнял маршрут, что приходилось по душе не только участникам, но и зрителям. Я сюда пришел, чтобы папу поддержать, чтобы он выиграл. Тут очень классно. И много я люблю препятствия. Мы разделяем любую радость вместе, любые победы – это наши общие, потому что много тренируемся, много поддерживаем друг друга, все травмы переносим вместе. У него болит нога, у меня тоже. Все на двоих. Все победы и вся одна любовь на двоих. Я бы его домой не впустила, если бы занял другое место. Спустя всего час после старта Сергей, благодаря своим усердным тренировкам и, скорее всего, моральной поддержке жены Алины, первым пришел к финишу. И, судя по его эмоциям, гонка для него была действительно чем-то большим, чем просто соревнованием. Участвую почти во всех забегах. Трасса жесткая, атмосфера жесткая, погода жесткая. Все просто круто. Каждый раз это новое, каждый раз новый маршрут, новые какие-то препятствия. Все очень круто. Остальные участники также высоко оценили не только работу организаторов и выбор места для проведения, но и физическую подготовку тех, кто финишировал раньше. Цікавая гонка, много воды, охлаждение нормальное. В принципе, все классно. Занял пятое место, один раз делал бурби. А этого достаточно, когда сильные конкуренты. И это тот самый случай, когда не так уж и важно, кто придет к финишу первым. Ведь гонка нация – это, в первую очередь, соревнование с самим собой. В этот вечер ни один из участников не сошел с дистанции. Все добрались до финишной черты. А значит, в этом забеге был не один, а полторы тысячи победителей. Наша семья – наша ценность. Любовь не имеет границ. И равные права для всех. Под такими лозунгами на Приморском бульваре прошел марш равенства, завершающий этап фестиваля Одесса Прайд. Наученные печальным опытом прошлого года, полицейские в этот раз охраняли правопорядок несколько активнее. Но без провокации все же не обошлось. Несколько сотен полицейских, включая кинологов и даже ограждения по всему периметру Приморского бульвара. Именно так начался марш равенства в рамках фестиваля Одесса Прайд. Чуть позже стало ясно, что правоохранителей здесь будет гораздо больше, чем представители ЛГБТ-сообщества. Они прошли по улицам города, чтобы заявить о своих проблемах, а также отстоять свои права. По словам участников марша, представители квир-культуры на сегодняшний день ощущают давление со стороны общества. Посыл – то, что наши семьи – наша ценность, и что мы тоже хотим иметь семью, и такие же равные права, как имеют гетеросексуальные семьи. И мы очень хотим, чтобы это стало возможно, и чтобы люди видели, что мы действительно за семейные ценности, такие, какими мы их видим. Начав движение от Воронцовской колоннады, активисты двинулись в сторону мэрии, скандировав лозунги и растянув большой радужный флаг. Вместе с ними шли и правоохранители, чтобы избежать стычек и конфликтов. А риски были. Вокруг памятника Дюку в это же время шла акция за христианские семейные ценности, из-за чего возникла небольшая провокация. Тем не менее, участникам марша равенства удалось дойти до Думской площади, где они устроили открытый микрофон. В этот момент несколько десятков радикально настроенных активистов собрались за ограждением и стали кричать свои лозунги, выступая против таких семейных ценностей. Гендер не относится, не нужно пропагандовать в межах нашей страны, когда на сходе идет война. И еще не нужно нашей державе спонсовать такие заходы, выводить такую культуру техники и людей, чтобы защитить людей с психическими отклонениями. Однако всех участников марша организованно посадили в несколько автобусов и в сопровождении машин полиции вывезли с Думской площади. Так что массовых столкновений удалось избежать. А вот без задержанных не обошлось. Так, еще до начала марша полиция задержала двух хулиганов из Ровна, которые напали на его участников. Они понесут административное наказание. А уже вечером по тому же Приморскому бульвару прошло еще одно куда более массовое шествие в поддержку семейных ценностей. И здесь обошлось без ограждений, полиции и общественных активистов. Украина сейчас переживает не только экономический кризис, но и демографический. Смертность довольно существенно превышает рождаемость. На фоне всего этого очень остро стоит вопрос семьи. Именно на это и хотели обратить внимание одесситов и гостей города, участники марша за семейные ценности. Развитие возможно, когда в семье есть любовь, есть доброта, есть чистота в отношениях, есть Бог, есть забота. И это семья, это мужчина и женщина, это дети, которые появляются в этой семье. Шикарный просто повод конкретно сегодня в Одессе сказать о том, что здоровая семья, традиционная семья, та семья, которую создал Господь Бог, это настоящий тренд. Принять участие в шествии решило более 500 человек. Практически со всех областей Украины. Выстроившись в одну колонну и дружно выкрикивая лозунги, они направились в сторону Потемкинской лестницы. Украина за семью! Уже на ступенях легендарной лестницы участники шествия провели молитву за Украину. Причем просили они не только за семьи, но и за благосостояние страны и города в целом. Это стало красивым завершением акции. Дружины, корилися, выховывали детей и будовали добрые семьи. Благослови нашу молодь Украины. И это чудовое место. И нехай в этом месте будет чистота и оно будет приятное для тебя. Подобные акции проходят не только в Одессе, но и по всей Украине. Поэтому неудивительно, что в наш город пожаловали не только участники, но и организаторы из других регионов. Все понимают, что в нелегкое время одними акциями, хоть и массовыми, положения не исправить. Поэтому на постоянной основе действует множество программ, направленных на поддержку семей, которые оказались в непростой ситуации. Для любого сотрудника мэрии начало рабочей недели ассоциируется не только с понедельником, но и с аппаратным совещанием. От этого мероприятия во многом и зависит вектор рабочей недели каждого депутата и чиновника. Решение тех или иных проблем города напрямую зависит от местного бюджета. И в Одессе в этом плане положение дел планомерно улучшается. Так, в бюджет поступили очередные 362 миллиона гривен. А с начала года эта сумма составила практически 5 миллиардов. Что же касается общественного бюджета, здесь ситуация плачевнее. Победители конкурса не очень стремятся реализовывать свои проекты. Несмотря на финансовую составляющую, пляж для людей с инвалидностью на 11 фонтана в этом году строить не начнут. Дело в том, что сейчас работают над корректировкой проекта. А начинать работу ближе к зиме не имеет особого смысла. С учетом того, что целый месяц будет тендер, является нецелесообразным проведение этих работ в 2018 году. Хорошо, принимается на следующий 2019 год, я так понимаю, да? Да, на 2019, потому что пока тендер, но и зимой начинать нет смысла. Одесских депутатов, в свою очередь, заволновал вопрос детского лагеря юной судоремонтни, который хотят сдать в аренду под застройку. Эту проблему поручили решить управление архитектуры. Мы со своей стороны проанализируем эту ситуацию и посмотрим, на какой стадии документы, которые сегодня, вы уже говорите, есть у данного государственного предприятия, которое нужно все проанализировать. Кроме этого, в мэрии назначили новых чиновников. Так, начальником управления инженерной защиты теперь станет Виталий Полюлях. А директором КП теплоснабжения города Одесса назначили Ивана Дольченко. На новых руководителей возлагают большие надежды. Одесситы любят бить рекорды. Правда, порой это касается весьма сомнительных достижений. Задолженность жителей города за водоснабжение достигла небывалых ранее высот. Конечно же, медали за это вряд ли кто-то получит. А вот у должников проблем прибавится. Долгие одесситов за водоснабжение перед филиалами инфоксводоканала этим летом просто-таки бьют все рекорды. В первую очередь это связано с увеличением использования воды из-за поливов огородов. Правда, платить по счетам за эти услуги многие не спешат. На сегодняшний день сумма боргу складає понад 140 млн грн. Это вопиющий факт, который, в свою очередь, позволяет водоканал вести действие о примусове стягнення цих боргів, так, за початку 2018 року водоканалам, а, зокрема, юридичным департаментам, было подано заяв и позовник заяв до судов разных юрисдикций позовів на сумму більше, ніж 7 млн грн. Поэтому юристам инфоксводоканала приходится решать проблемы в судебном порядке. С начала года удалось взыскать более 30 млн грн. Эту процедуру существенно упрощает тот факт, что по решению суда деньги можно получить прямо с банковских счетов должников. При отриманні виконавчого листа чи наказу суду, приватний чи державний виконавец виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, одразу надсилає до банковских установ та інших установ запити щодо наявності майна, наявності грошевих коштів, наявності рахунків до банковских установ та інших джерел надходження доходів громадян, які заборгували даний борг. При отриманні відповідей накладає арешт на рухомо-нерухомий майно, грошові кошти, пенсії, зарплати, стипендії та стягує з даних джерел даний борг. Есть і інші рычаги влияния, к примеру, арест імущества. Тільки з початку цього місяця було виписано більше 20 постановлень об аресте автомобілів. Среді них є і весьма престижні екземпляри – Лексус і Мерседес. Учитывая, що на сьогоднішній день подобні мери являться самим дійсственним методом влияния на должників, подобнує практику прекращати не собираються. Проводиться дуже щільна та кропотлива робота щодо стягнення даних заборгованості, такі як виїзди з державними виконавцями, приватними виконавцями, з доборожників та арешту їхнього майна. Тільки з початку серпня 2018 року, який, до речі, ще не закінчився, було винесено більше 20 постанов державних та приватних виконавців щодо арешту та розшуку майна саме автотранспортних засобів, які були направлені до національної поліції і які знаходяться зараз у стані розшуку. А вот з злостними неплательщиками розговор більш короткий – їх просто відключають від водоснабження. Работи хватає, в день відключають до 50 домів. Правда, якщо ви готові піти на розсрочку выплаты долга, то предприятие пійде вам навстрічу. «Водоканал» практикує угоди про розсрочення платежів. Випадку, якщо абонент звертається до нас, і ми закликаємо звертатися до нас з такими заявами, і «Водоканал» йде на зустріч. Щоби избежати всіх цих проблем, достаточно просто кожний місяць до 20-го числа платити по щитам. А застройки Одесского побережжя в последние годы говорят очень много. Но если большинство одесситов обсуждает эту тему только в соцсетях, то активисты решили перейти к более радикальным мерам. Новий объект, привлекший внимание общественников, находится на Лонжероне. Около 70 активистов разных общественных организаций пришли с акцией протеста на нову стройку Одесского дельфинария. Там хотят возвести второй корпус для дельфинотерапії детей. По словам общественников, новое здание строится с нарушениями законодательства. Не соблюдено расстояние от моря, не проведены геологические исследования на участке. Это очень вредно для города и небезопасно. На это указывает и то, и необходимость проведения здесь геологии. Но она вообще должна проводиться по-любому. В любом случае, если проект категории опасности СС-3, на что у них получен дозвол. Представители компании-заказчика сразу согласились пустить на территорию стройки инициативную группу. Но активисты пошли дальше. И силы открыли нараспашку ворота. Осмотрев территорию, участники акции открыли двери забора для доступа к морю. На этом активные действия закончились. Митингующим вышла юрист компании, выслушав все претензии и заверила. Они получили разрешение на строительство еще от 18 мая 2018 года. Так что все законно. Что же касается расстояния до моря, ограничения в этом должны были выдавать чиновники. А они этого не сделали. Это согласно Водного кодекса и постановлению Кабинета министров Украины 486 от 8 мая 1996 года. Должен быть установлен именно этот промежуток, именно эта полоса 2 километра. Но она должна устанавливаться не просто по умолчанию, а именно органами местного самоуправления. Тем не менее, когда же речь зашла о самом проекте застройки, общественности эти документы не показали. Компания-заказчик сказала писать официальный запрос. Активисты, в свою очередь, выдвинули ультиматум – остановить работу, пока соответствующие органы не проведут проверку. В противном случае они заверили, что перейдут к более радикальным мерам. Представители «Дельфинарии» обещали передать все требования руководству. Сейчас ситуация в стране сложилась таким образом, что субсидии стали неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Поэтому любые изменения в вопросах их начисления или оформления касаются практически каждого. Учитывая постоянное повышение коммунальных тарифов, вопрос субсидий становится все более острым. Оформляются они все так же на одного из членов семьи после обращения в районное управление социальной защиты. Но произошли и некоторые изменения. Теперь учитывается весь состав семьи, вне зависимости от места прописки, а также общий семейный доход. Человек обязан сообщить о тех изменениях, которые могут повлечь на право или на размер назначения субсидий. Первое, это если меняется состав семьи, зарегистрированных на данной жилой площади. Если было сделано приобретение или оплата какой-то услуги на сумму свыше 50 тысяч. Если поменялся перечень тех услуг, которые человек получает. Либо, может быть, кто-то из членов семьи поменял статус. То есть, допустим, стал пенсионером или наоборот был работающий и стал безработным. Также внесены изменения в порядок начисления субсидий. Право на нее не будут иметь граждане, у которых жилая площадь превышает 120 квадратных метров. В порядке исключения субсидий начисляются комиссионно. На сегодняшний день почти 26 тысяч человек получает помощь. Но во время отопительного сезона эта цифра вырастет. А вот размер финансовой помощи уменьшится. И связано это не только с задолженностью. Размер субсидий, естественно, тоже уменьшается. Поскольку доходы увеличиваются, выросла и размер минимальной заработной оплаты, и увеличиваются социальные выплаты, которые идут в расчет. Поэтому среднемесячный размер субсидий в июле месяце, но это не показатель, поскольку это не отопительный период, то он в этом году составил чуть больше 115 гривен. В целом же уменьшение субсидий может очень больно ударить по семейным кошелькам одесситов. Но это вынужденная мера. И зависит она отнюдь не от городской власти. Все мы прекрасно помним взрослые праздники, когда нас отправляли играть в комнату с другими детьми, если повезет. А родители с друзьями шумно сидели за столом. Но некоторые уверены, что главное украшение любого торжества – это искренняя детская улыбка. Именно под таким лозунгом в центре города и отмечали сразу два события. В тени городского сада возле одного из ресторанов есть одна площадка, где каждый день слышатся веселые детские возгласы и смех. При входе в небольшой сквер можно заметить лаконичную табличку «Детям Одессы» и подпись «Армянская община». Зная гостеприимность нации, неудивительно, что при малейшем поводе здесь устраивают настоящий праздник. А в этот раз их было целых два. По поводу 28-летия ресторана Печеского, так как владелец ресторана Печеского «Армянин», это практически один из первых ресторанов независимой Украины. Сегодня рождение ресторана. Вчера Армения отметила 100 дней правления нового премьера, премьера, которого привел народ к власти Николай Пашиняна. И за 100 дней своего правления он отчитывался. Несмотря на то, что у многих оба повода не сильно ассоциируются с детским праздником, здесь считают иначе. Поэтому накрыли столы, пригласили аниматоров и приготовили призы для победителя конкурса. Участвовали в нем командами – взрослый плюс ребенок. А победа в нем зависела не только от везения, но и от смелости. «Мама меня разбила тем яйцом, который я мечтала сделать. На меня разбилось это. Мы танцевали, играли, мне понравилась вот эта игра». «Здесь детей любят и для детей стараются. И с удовольствием мы сюда приходим. Как бы праздник каждый день, можно сказать. Угощение каждый день. Если заканчивается водичка, можно подойти, набрать водички. Отношение как к людям». Если день рождения для детей – понятный повод для праздника, то почему взрослые отмечают 100 дней прихода к власти нового премьер-министра Армении, для них оставалось загадкой. Хотя разгадывать о ней не спешили. Были слишком увлечены играми и танцами. А вот взрослые, наблюдая за детьми, не прочь были обсудить предоставленный накануне отчёт Николы Пашиняна. «Главное, чтобы страна развивалась. А сейчас у нас такая ситуация, именно есть предпосылки. И важно, чтобы народ и правительство были едины. Ничего не хватало и не хватает не только в Армении, но и в других странах». С уверенностью можно сказать, что день рождения ресторана Печеского удался на славу. Дети приходили домой с праздника весёлыми и с улыбками на лице. А что ещё нужно для счастья их родителям? Это в Одессе, в городском саду. А что касается 100 дней нового руководства Армении, то не намёк ли это одесская община, что пример реформ Пашиняна неплохо бы перенять. Ведь несмотря на армянские корни, одесские армяне – патриоты Украины. В Одессе ежедневно проходят выступления различных артистов. Правда, в большинстве случаев за вход на концерт приходится платить. Но бывают и исключения. В центре города состоялся музыкальный фестиваль, и слуг зрителей радовали не только звуки инструментов и вокала, но и содержание песен. В центре Одессы в честь праздника семьи прошёл христианский музыкальный фестиваль. Он носит международный характер. Помимо Украины, его проводят в Мьянме, Камбодже, Лаосе и странах Европы. Главная тема фестиваля – семья и семейные ценности. В честь этого возле Дюка выступали не только христианские группы, но и популярные артисты. К примеру, любимица фанатов «Х-фактора» – рулада. Но в этом случае главное не то, кто пел. Намного важнее, о чём были исполненные песни. Мы понимаем, что здоровое общество невозможно построить, не созидая именно христианские, семейные ценности, такие как дружба, как отношения, как прощение, как забота друг о друге и забота о подрастающем поколении. Поэтому проект «Гаспел Мюзик Фест» – это попытка заявить через музыку, через современную христианскую музыку, о тех ценностях, которые важны для здорового общества. Наверное, именно так выглядит визуализация афоризма «Музыка объединяет». Ведь среди более чем тысячи зрителей были как искренне верующие, так и случайные прохожие. Организаторы и артисты уверены, что подобная музыка поможет ощутить любовь к Господню даже тем, кто от него далёк. Евангелизация через пение. И, конечно, тут есть верующие и неверующие людей. И мы хотим стараться, показываем людям, что «Гаспел Мюзик» – это не только для христианских. «Гаспел Мюзик» – это не только для христианских. «Гаспел Мюзик» – это не только для неверующих. И через «Гаспел Мюзик» люди могут понимать Иисуса, и их жизнь может меняться. В заключении концерта зрители ждала проповедь о Боге и семейных ценностях, что лишь подкрепило светлую и добрую атмосферу, которая в этот вечер витала в центре нашего города. Вы смотрели те ещё новости на Медиаинфорум. Телефон нашей редакции 737-70-16. Также вы можете посмотреть наши сюжеты и программы на нашей странице Facebook. Спасибо, что были с нами. Пусть новая рабочая неделя будет удачной. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова